По поводу уболя населения, во-первых, первое, медицина, медицина на уровне Африки, просто вот был случай, вот буквально, вызывали скорую, да-да-да, ну маразм, санитар, санитар вышел и аж, ну я не знаю, как работать на 12 тысяч на ставку, вот это вот по медицине касаемо, сам лично ходил буквально в поликлинику в первую на тракторном заводе, Сталинград у нас до сих пор, вот честно, такое чувство, что вот прям, ночью долбят прям снаряды, поликлиника вот вся, вот знаете, смотрите на нее, она разваливается, пришел туда, мне сказали, я умер, ну вот как-то ругаться не стал, развернулся, ушел, это первая главная причина, что с медицины, ну вообще, хуже Африки, по всему вот так вот, куда ни глянь, и вот знаете, вот это 75-летие вот великой нашей победы, вот наши деды, вот у меня два деда героя, за что воевали, не пойму, вот вообще ни за что не понимаю. Вы бросьте, Валик. Вот так вот все, тракторный завод немцы не разбили, а вот эта власть, ну я не знаю. Что у вас конкретно с работой, какая работа в общих чертах, какая зарплата? Да беда, да беда с работой. Заработки не постоянные. Да, да. Ну в каком размере? В какой сфере, да. На данный момент сижу дома, на пенсию жены, потому что зарабатываю ремонтами. Сейчас вообще все стоит. Да, спасибо, Олег. Давайте сразу Светлану из Астрахани, может у Светланы как-то по-другому, другая картина региональной жизни. Светлана, здравствуйте, да. Здравствуйте. Да, у нас в Астрахани тоже ситуация неважная. У нас здесь вообще люди уезжают, семьи распадаются, мужья, сыновья, дверя, все уезжают. Вот в данный момент у меня брат без работы, снаха без работы, я без работы осталась. Квартплаты мы платим, у нас вообще по 8 тысяч за трехкомнатную квартиру выходит. Мы в долгах здесь живем. Светлана, вы по своей специализации кто? Кем вы работаете? Я вообще медработник. Я работала медработником, когда закончила техникум, я работала. Потом ушла в декрет, и мы открыли бизнес. Бизнес весь разбалился. В том году я закрыла бизнес. Брат тоже закрыл. У нас здесь вообще ни зарплаты очень мало. До свидания.